Приветствую вас в домашних условиях, вот именно, именно в домашних условиях, если говорить, да, то вы можете только отвлечься в домашних условиях. В домашних условиях вы можете только сублимировать то, что у вас происходит. То есть, как правило, это занятие физической деятельностью, это занятие творческой деятельностью, это занятие образовательной деятельностью, это занятие социальной деятельностью, вот, то есть здесь вот в таком направлении можно давать вам рекомендации, да, и в таком направлении, собственно говоря, можно вам двигаться, можно и нужно вам двигаться, вот, потому что так вы будете сублимировать свою энергию и времени на то, что вы делаете, например, сейчас, да, у вас уже не будет. Как бы вы не, ну, не хотели этого. Вот. Другой вопрос, другой вопрос. Что решить проблему и, как бы, окончательно без работы с психологом и без исследования вашей жизненной, например, истории нельзя. Потому что почти никакой информации вы о себе не предоставили. Почти ничего о себе вы не рассказали. Вот. А, ну, кроме того, что, вот, у вас, значит, проблема с три с половиной года. Понимаете? А что было до этого у вас? Ну, что было до этого? А, что, что вы переживали? А, о чем вы думали? А, вот. Может быть, хотели чего-то. Может быть, вам, ну, нужно что-то было. И нужно что-то вам, может быть, до сих пор. Понимаете? Зависимость, это такая история, что, которая не приходит одна. Зависимость, это та история, которая не бывает сама по себе. Зависимость, это та история, которая имеет под собой основу, основание. Зависимость. Вот. Почему именно три с половиной года назад? Что произошло три с половиной года назад? От чего вы бежали три с половиной года назад? Потому что именно, именно бег, именно бегом можно объяснить вашу зависимость. То есть, любая зависимость, любая, любая зависимость, это бег, это избегание себя. Вот. Понимаете? Понимаете? Поэтому, я полагаю, что люди должны рассмотреть эту историю. Дальше. Не совсем понятно, что вы подразумеваете под, значит, попробовал, незнаком, попробовал, что это не очень понятно. Вот. Вы пишите, бывает, держитесь месяц, потом девочки, видео и так далее. Что это значит, тоже не совсем понятно. То есть, что значит, вы держитесь месяц, а потом девочки и так далее. Так, с девочкой, с девочкой это как раз естественно и нормально. Вот. То есть, понимаете, да? Чувствуете? Чувствуете. Чувствуете, что здесь как бы, как бы больше, здесь как бы больше вопросов, нежели, чем ответов. Понимаете? Вот. А тогда как, тогда как ответы и хорошие ответы, да, они очень важны. А вас как бы, ну, этого нет. Ну, то есть, нет ответов на этот вопрос. И вы никак это не раскрываете в своем, допустим, тексте. Вот. А ведь это очень серьезно. По сути, по сути, то, как вы позиционируете себя с девушками, да, и по сути, то, как вы, ну, относитесь к, эм, девушкам. Вот. Знаете? Зависит, эм, ва, ваше будущее. Понимаете? Понимаете? Какая история. Поэтому, вот, я думаю, что, так важно, чтобы вы, чтобы вы все это, эм, ну, донесли до нас. Так же, вы пишите о том, что вы испытываете страх перед девочками, вот, по какой-то причине и так далее. То есть, тут важно ваше отношение к сексу, как таковую. Тут важно ваше отношение к девушкам, как таковым. Вот. И вот только тогда можно будет говорить о том, чтобы оказать вам адресную, превентивную помощь. Понимаете? Какая история. Какая история. Вот, примерно, так я мог бы ответить на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.